Девчонки, не знаю, что-то у меня так... Ой, что-то под горло я завязалась. Так сильно болит голова, завязалась, застегнулась. Вот, но я очень хочу вам показать все то, что мне пришло. Во-первых, я на днях ездила в стричайку, и там как раз-таки, в общем, время выдержки, хотел сказать, все, у меня голова вообще не работает. Время ожидания, пока юшку подстригут, там получается около двух часов. И я зашла в магазин, господи, он рубль-бом или... Да, рубль-бом, и тут у меня есть кое-какие новинки, вам сейчас все обязательно покажу. И также, помните, я вам рассказывала про вот эту вот марку... Вот она называется, как правильно? Вот, сверху. Тоже я заказала два продукта. Маску вот такую восстанавливающую. Это у нас маска для волос, восстанавливающая длина и сила. Ронечка, не надо сейчас вместе пойдем разбирать посылки, господи, пакеты. Вот так она открывается, все зафольгировано. Пахнет безумно приятно, буду тестировать ее. Мне очень нравится миллилитраж. То есть, ее миллилитраж составляет 160 миллилитров. Правда, она небюджетно стоит. И вот такая штука, очень красивая упаковка, розовенькая. Это у нас Гроу Стронг. Так правильно называется. И это несмываемый крем с протеинами для укрепления волос моментального действия 150 миллилитров. Он направлен на несколько действий. Это уплотнение волос, сохранение их и предотвращение ломкости. То есть, сам волос сохраняется у вас в целости и сохранности. Даже при укладке волос с феном и плойками до 220 градусов. При этом, не утяжеляя волос, он их питает, разглаживает и они прекрасно поддаются укладке. По крайней мере, по описанию производителя. Тоже проверим. И сейчас покажу, что я взяла... Если у меня камера не сядет, конечно же, если что, я досниму на телефон. Покажу, что взяла в рубльбом. Во-первых, я взяла себе, девчонки, маска. Маска очень похожа на более дорогие маски для лица. Маски-пленки с блестками. У меня была маска от Mixit. С вот этими вот звездочками. Еще с чем-то тоже пленка. Она, в принципе, по действию неплохая. Но когда она снималась с лица, вот эта маска-пленка от Mixit, она оставляла вот эти все стразы у вас на лице. И при этом меня немножечко они раздражали. Тут же другая ситуация. Это у нас вот эта марка. И маска называется Color Glow. Так она называется, эта маска. И что, она сглаживает рельеф. Я чисто из-за того взяла, что, во-первых, мне интересно было протестировать и рассказать вам. А во-вторых, она направлена на разглаживание рельефа кожи. Сглаживает рельеф, насыщает кислородом. Детокс-эффект. Маска была фольгирована. И что немаловажно, я ее попробовала на руке. Ну, у меня время позволяло, пока я ждала Аюшку. И я попробовала ее на руке и поняла, что при застывании она застывала просто мгновенно. Вот такая упаковка. Мгновенно застывала. И после снятия кожа была невероятно мягкая. И полностью все блески, входящие в состав этой маски, они полностью снимались. Для меня это, честно, было прям удивление. Что ж, будем тестировать дальше. Взяла вот такие патчи себе. Вот комплимент. Несмотря на то, что мне их патчи другие, по-моему, идут антивозрастные, не понравились. Тут идут патчи ночного действия. Для меня это прям актуально. Сокращение мимических морщин, клеточное восстановление, выработка коллагена и эластина. Вывод токсинов. Четыре пары тут. Вот эта нелюбимая их слюда, которая мне вообще не нравится. Как всегда. Села камера, мы попробуем еще раз. Может быть, чуть-чуть она уже подзарядилась. Как всегда, вот эта моя нелюбимая слюда, но тоже их протестирую. Их нужно делать на ночь, за 30 минут до сна. И при этом принять горизонтальное положение. Это нам советуют. Она мне мигает, мигает, зарядите батарею. Но я думаю, я договорю. Договорю вот прямо до конца. Вот такую штуку взяла. Орган Оил. Многофункциональная сыворотка. Глубоко увлажнение, ускоряет регенерацию клеток, повышает упругость и тонус для всех типов кожи. Я стараюсь по-быстренькому показывать. Дальше, что я взяла попробовать, это две вот таких вот масочки от пропеллер для проблемной кожи. Салицилов. Не смогла я нормально, если честно, договорить. Вот просто стараюсь, стараюсь что-то сказать, но камера предательски садится. Вот, смотрите, масочка вот эта вот. Peel of Mask. Регенерирующая маска. Заодно вам поближе покажу. Вот так она выглядит. И сзади вот такое у нас описание. Так. И вот производитель. Так. Вот эти патчи, про которые я вам уже показала и много про них рассказала, тоже попробую. Тут четыре пары. И из этой же серии вот такая сыворотка. Мгновенное обновление. Ну, сыворотка как крем выглядит. Ну, тоже, знаете, так легенький. Хочу попробовать. Просто многие у меня спрашивали про марку комплименты. И как я к ней отношусь. На самом деле, спорный момент. Что-то мне нравится, что-то подходит, что-то не подходит. Как и в любом косметическом бренде. Вот смотрите маски, про которые я вам начала говорить. Это маски от Propeller. Салициловая маска от прыщей. Вот это вот зона, на которую нужно наносить. Я так поняла, глубоко очищает поры. Предотвращает угревую сыпь. И черные точки снимает жирный блеск. Все фольгировано. Вот я вам сейчас покажу, чтобы не быть гласловной. Вот все фольгировано. И меня это очень радует. В таких бюджетных брендах, что все фольгируется. Так, одна масочка. Объем у них маленький, 40 мл. Но я такие объемы люблю. Во-первых, это travel вариант. Вот он, ладошку помещается. Во-вторых, быстро заканчивается. То есть успеваешь и попробовать нормально. И понять, нравится, не нравится. И при желании повторить. Так, смотрите. Это у нас маска плюс скраб от прыщей. И вот сюда наносить ее нужно. Вот видите, на зоны. Отшелушивает и матирует. Очищает от черного туши. Выравнивает рельеф кожи. Про который я вам говорила вообще. Про рельеф. И так, вот они штуки, про которые я вам говорила. Вот маска тоже попробую для волос. И для волос взяла вот такую штуку. Она была на побешеные скидки. 100 с чем-то рублей она стоила. Девчонки точно не помню. Я чек, по-моему, выбросила. И я просто очень давно хотела попробовать этот оттеночный бальзам от Сьез. Еще когда была блондинкой. Но вот брюнеткой, вы знаете, после того, как вы перекрашиваетесь из блондинки в брюнетку, очень быстро смывается краска с основного полотна. То есть на корнях оно держится хорошо. А где волос был осветлен порошками или какими-то другими красителями, то там долго особо краска не задерживается. Для этого я взяла вот такой цвет. Теплый каштан. Там есть теплый каштан. Черный, рыжий. Для блондинок, для холодных, для теплых оттенков блонда. Также есть холодный каштан. У меня как бы теплый каштан. У меня, по-моему, даже цвет. Кстати, я сейчас вам покажу краски, которыми я красилась. Просто многие спрашивали. Я вам обещала, девчонкам, вот видите, как он выглядит, этот оттеночный бальзам. Такой прям с блестками при вспышке смотрится. Ну, в общем, тоже попробую и расскажу вам. Тут была у нас вот такая коробочка. В принципе, оттенок на картинке очень похож на мой оттенок. Тут инструкция и перчатки. Так что, если хотите давно попробовать и смотрите на оттеночный бальзам от Сьёс, присмотрите сейчас в Рубльбом. По крайней мере, у нас в Волгограде в Рубльбом. Я видела на них прям хорошую скидку. Можно попробовать за 100, ну, грубо говоря, за 200 рублей. Вот какими красками я окрашивала свои волосы, потому что спрашивали меня. Оттеночек – это кастинг Крем Глосс. Смотрите, чем отличается. Вот это новая версия краски, это старая версия краски. Это идет у нас с кокосом, а это идет обычная. Смотрите, значит. Шоколадный трюфель 4,32 в равных пропорциях смешивала. И 5,35 шоколад. Мне что нравится в новых упаковках, что идет конкретная расшифровка. Про которую я рассказывала вам, что какая цифра значит. Видите? Светло-каштановый, золотисто-красное дерево получается. С краснинкой. После того, как вы красились в такие холодные оттенки, краснинка нужна, чтобы не вылезла зелень. После вот таких вот цветов. И я перемешивала их. И вот такой цвет, какой у меня сейчас на волосах, получился в итоге. Мне эти красители нравятся. От старой версии, от вот этой, у меня была раньше аллергия. Ну, как кожа головы чесалась и слазила. Но вот от этой версии у меня все хорошо. Как бы вот я сохранила специально, чтобы потом покупать себе корни подкрашивать. И вот такие были покупки. Пришла посылка из интернет-магазина текстильной продукции Вселенная Текстиля. И, честно, я уже, по-моему, и не помню, что я заказывала. В общем, из этого интернет-магазина текстильной продукции у меня вафельные халаты. Как раз-то спрашивали, где я их заказывала. Вот как раз-таки на Вселенной Текстиля. Это мужские вафельные халаты в белом и кремовом цвете. Что ж, давайте я сейчас открою посылку, сама распакую и покажу, что у нас внутри. Я знаю, что там костюмы. И также я заказывала скатерть. Я, по крайней мере, помню, что я заказывала, но не помню уже, как это все дело выглядит. Сейчас распакую и покажу. Девчонки, я вспомнила, я очень давно хотела покрывала вот это вот вязаное. И я его, оказывается, заказала. Правильно называется. Сейчас фокус будет. Покрывала. Покрывала плед Паучок. 150 на 2 метра цвет серый. Я решила сделать. Видите, он вроде серый, но издалека и белый смотрится. Дальше. Костюмы. Вот такой костюм. Красивый, видите. Армель называется. Размер 48. Я вам все обязательно покажу на себе. Такой с воротничком очень интересно. Так, дальше костюм у нас идет. Какой-то я костюм заказывала маме. По-моему, вот этот. Это у нас тоже размер 48. Костюм шармной голубой. Он, видите, такой, как плюшевый немножечко. Не плюш, а как называется этот камень. Я уже забыла. Блин. Ну да, память девичья. Вот этот костюм я точно заказывала себе. Это у нас, ну так, чисто, знаете, гонять. Виолетта темно-синий-серый. Да, правильно, да? 48 размер. Вот такой костюмчик. И заказала скатерти. Фокус что-то у меня туда-сюда едет. Скатерть одна. По-моему, это льняная скатерть, если я не ошибаюсь. Все вам покажу. Швейное изделие Иваново. Скатерть. 180 на 190 сделано в России. И цвет идеально просто сочетающийся с моей вообще кухней. Вот такая скатерть оранжевого цвета. Сейчас секунду. Все, попадала. Вот такая скатерть. Вот она. Тоже красивая осветка. Насколько я знаю, такие скатерти можно не спирать. И они очень долговечные. Вот, 150 на 190. Лен. Сделано в России. И вот этикетка скатерть. Лен. Шлиф-код, точнее. И вот такая скатерть. 120 на 160. Это поменьше получается. Может быть, какую-то даже бабушке своей задарю. Она у меня тоже очень любит такие скатерти. И мне как... Мне не жалко вот так. Так, что у нас тут по накладной? Ага. Значит, смотрите, по цене. Костюм Виолетта. Серый-синий. У нас 1087 рублей. Костюм Шармель. Голубой у нас идет 1500 рублей. Костюм Армель. Гусиная лапка, что ли, да? 1162 рубля. Покрывая лаплет у нас 991 рубль. Скатерть, тефлон у нас 100 рублей. И вот эти две последние скатерти, которые я вам перед вот этой вот последней показывала. Две. 419 и 550 рублей. Вот такие у нас с вами тут посылки. Точнее посылки. Сейчас я все это вот дело распаковываю, смотреть. И все вам потом обязательно покажу. И на себе, и как отглажу, и постираю. И скатерть я вам тоже распечатаю и покажу. Ну что, продолжаем влог. Кстати, девчонки, если будет сверление, у меня соседи ремонт делают. И я вообще ничего за этим поделать не могу. Не знаю, как с этим бороться. Вот, я бы хотела вам показать, уже все простернула костюмы. Только единственное, еще не гладила, кроме этого. Которые мы с вами распаковывали. Два костюма я все-таки решила отдать маме. Этот костюм, это мой костюм, потому что мне в нем невероятно комфортный. Вообще очень крутой по качеству и по своему покрою. Вообще костюм, опять же повторюсь. Давайте покажу, я правда не знаю, на себе ли я буду показывать эти вещи. Или мама соизволит нам продемонстрировать, помодельничать. А, так, смотрите, значит, штанцы. Штанцы у нас вот они. Из этого костюма. У меня мама вообще очень любит такие вот... Ну, не знаю, как эта ткань называется. Вельвет, не вельвет. Она такая какая-то... Вроде и не бархат, вроде и не поймешь что. Ну, помните, как-то я заказывала домашние костюмы. И они как раз-таки были... Домашний костюм точно из такой же ткани, только он был бежевый. И вы сказали, что в нем легко... Ну, там мнения разделились. Многие сказали, что они легко вообще могли бы выйти в нем из дома. Некоторые сказали, что это чисто домашний костюм. Так вот, именно этот мама сказала, что будет носить на работу. Мне кажется, он очень удобный, очень комфортный. Вообще, все вещи, которые я сейчас ей заказываю, я делаю упор на то, что человеку должно быть удобно работать. Именно в ее сфере, в ее новой сфере. Значит, по швам. Смотрите, вот. Кое-где нитки есть, но это не критично. Я всегда проверяю швы на их прочность. То есть, я растягиваю вот так ткань. И если швы начинают расходиться, образуют такие мелкие дырочки, то это значит, что швы довольно-таки непрочные и могут даже лопнуть прямо на вас. Несмотря на то, что вам эта вещь будет намного свободнее. Значит, штанишки. Вот, кое-где. Это вообще не критично. Вот она ниточка. Как бы. Так. Дальше у нас с вами ковтюлька. Всегда выворачиваю вещи, когда стираю. Ну, не знаю, привычка такая. Так. И вот она ковтюлька. Ну, обычная. Покороче. 48 размер. Ну, он смотрится нормально, но у меня мама любит вещи посвободнее. Постоянно мне говорят про то, что заказывай посвободнее, заказывай посвободнее. Но мне настолько надоело это вот заказывай посвободнее, когда вещь на тебе болтается, что я решила заказать размер 48. Но лично на меня он нормально. Вот. Про ниточки, которые я вам говорила. То есть, ну, кое-где. Но не критично. По поводу швов. Тоже. Вот. Тяните. Никаких дырочек нет. Так. И второй костюм. Он ей очень хорошо. Вот. Правда, она вчера померила. Правда, она сказала, когда уже померила, говорит, а что ж ты мне не сняла их? Как я в них? Я говорю, ну, ладно. Простерну, потом уже наденешь. Значит, смотрите. Костюм. Штанцы выглядят вот так. То есть, они не мнутся. Это такая ткань, которая не мнется, даже если вы не захотите ее гладить. Как бы есть такие люди, которые не хотят гладить. Или же не хотят заморачиваться. Или у них нет времени. Сзади у нас идет резинка. Спереди у нас идет так, как, типа, на такой маленький корсетик. Тут у нас ткань поплотнее, нежели в голубом костюме. И вот он шов, как я проверяю его на прочность. Тоже все нормально. И немножечко вот тут идет, как бы, не знаю, видно вам или нет. Как вот это объяснить? Скажите мне, пожалуйста. Ну, как сборка, видите, вот. Сборочка такая от вот этого пояса. Но мне нравится то, что сзади резинка. Вообще хорошо смотрится костюм. И кофта. Кофта придает такой некий шарм этому спортивному. Ну, и будем так его называть, спортивному костюму. Потому что у этой кофты есть белый воротничок. Ну, забавно вообще, конечно. А у моей мамы нету ничего такого с воротничком. Вообще она о таких вещах даже не задумалась. Но как он ей хорошо. Вообще его даже не представлять. Тут у нас три четверти рукав. Сзади у нас идет пуговица, которая фиксирует этот воротничок на месте. Тут у нас такая зазывалочка. Вот она. И сам воротничок спереди выглядит так. Кофта не сильно длинная, не сильно короткая. Нормальный такой у нее. Длина нормальная. И вот он. Шов тоже проверяем. Так. И костюм третий, который вы можете наблюдать на мне. Сейчас я встану и чуть-чуть отойду. Положу костюмом. Значит, смотрите. Вот такая кофта. Она, мне кажется, длиннее, чем у всех костюмов. Она такая. Прямо длинненькая. И вот такие штанцы. Они тут с полоской. По длине они мне прям шикарны. Это прям моя длина. Метр семьдесят пять. Спокойно. Если, конечно, вы девушка повыше, вам будут коротковать. Но тут как-то, знаете, ни два, ни полтора. То есть, если это три четверти, то хотя бы вот так. Если это длинный рукав, то вот так. А вот тут он как бы ни туда, ни сюда. Но я такую длину люблю. Мне такая длина не мешает. Тут у нас темно-синий идет с серыми вставками. И вот так он выглядит сзади. Как бы я вам могу спокойно продемонстрировать. Но, скорее всего... Обнялась только в костюме. Но, скорее всего, у меня мама тоже их... Его заберет, мне так кажется. Что могу сказать по поводу тех продуктов, которые я вам показала? Сейчас я уберу. Тестировала маску, которую я вам показала. Вот так она называется. Посмотрела цену, сколько она стоит в Ривгош. В Ривгош она по золотой карте 662 рубля. По просто обычной цене 900, что ли, рублей. Вот сколько у меня ушло за один раз. Маска очень плотная. Запах какого-то парфюма такого сладкого, слегка цветочного. Я ему даже не передам. Объем, правда, маленький. Я вам сказала вначале, что, блин, типа круто, когда маленький объем. Нифига это не круто, когда продукт обалденный. Я когда нанесла на волосы, волос мой стал в буквальном смысле впитывать эту маску. Затем, когда ее берете из банки, она более плотная. На волосы наносите, она превращается в водичку. Это такая странная трансформация текстур. Но, тем не менее, когда я ее использовала, смыла с волос. Я держала ее, по-моему, где-то минут 40, если не больше. И потом мои волосы так благоухали. И они сейчас до сих пор благоухают. Вот я вам даже не покажу. Блеск, вот посмотрите. Это просто укладка феном. Все. Даже кое-где, вот видите, у меня торчат обломавшиеся от осветления волосы. Но, тем не менее, они так лежат в укладке. То есть, они не торчком, ничего. У меня вот тут, по-моему, обломался тоже. Ну, вот там, где-то, где-то, но их не видно. Блеск нереальный. Обалденная маска. Очень вам ее советую. Для прям от убитых хлам волос. Это будет прям нельзя актуальная вещь. Закажу себе еще. Ну, как бы, если у меня не получится заказать у менеджера, который со мной сотрудничал, эту маску я ее куплю себе сама. И вот этот вот крем тоже попробовала. Это крем тоже от этой марки. Я не выговорю, прошу прощения. Вот марка. Как бы, я немножечко в этом плане не хочу коверкать бренд. Это крем, о котором я вам рассказывала, что это уплотняющий крем и защищающий ваши волосы от повреждений. Он обалденный, девочки. Тоже не утяжеляет. Его абсолютно немного нужно. Блеск, мне кажется, усиливает волос. Я так довольна двумя вот этими продуктами. Марка вообще очень достойная. Единственное, их очищающие шампуни, которые идут с углем, они мне не подошли. Эту маску, которая у нас идет с блестками. Активными блестками, сглаживает рельеф. Глэм эффект. Я вам сейчас покажу ее по текстуре. У нее такие прям достаточно активные стразы, если так можно сказать. Так, что-то свет у меня играется. Вот, смотрите. Вот такая она блестящая, красивая черная маска. Снимается она неплохо, не сильно больно. Как если сравнивать ее с желатином и углем, такую маску нет. Она не сильно больно снимается. Снимается полностью без остатка. То есть у вас даже стразинки не остаются, в отличие от масок, от миксит. И рельеф кожи действительно очень ровное лицо. Я просто в шоке. Я буду их пользоваться с удовольствием. Правда, не знаю по поводу того, как часто ее можно делать. Ну, в принципе, два раза в неделю отлично. Вот эта марка очень часто мне встречается в бюджетном сегменте. Она не хочет фокусироваться. Вот она. Вот. Вот так видно. В бюджетном сегменте часто мне попадается на глаза. Я пробую, пробую новые, новые. А сегодня или, скорее всего, завтра, не знаю, когда у меня получится выделить себе хотя бы пару часов, мы с вами будем делать чистку лица. Девочки, у меня, если честно, очень сильно забилось лицо. Видите, у меня вот тут вот во лбу звезда горит в прямом смысле этого слова. Я вчера убрала, тут у меня была забита очень сильно пора и был бугорок. Я его вчера вскрыла с помощью вот этих вот петелек, которые у меня пришли с Алиэкспресс. И, в общем, убрала его полностью. На распаренную кожу проинфицировала. И у меня пока осталось вот такое маленькое пятно. Но оно спокойно пройдет, затянется. Это я уже не первый раз сделаю. У меня расширенные поры, они достаточно глубокие. Вот в этих вот зонах, вот на носу. Вот тут у меня очень глубокие поры, вот тут у меня очень глубокие поры. Их нужно подчистить. Я уже раз вам как-то летом показывала, как я это делаю. Но в этот раз тоже покажу. Обычно я распариваю прибором от Reflame свое лицо. Затем я убираю испарину, которая была. Ну, естественно, очищенная кожа, все понятно. И начинаю вот такой петелькой все это дело чистить, прочищать. Никакие там гноники я не скрываю. Если я вижу какой-то прыщик, я стараюсь именно прижечь или как-то чем-то мазать, чтобы он у меня прошел. То есть я вот в такое вот не лезу. А поры я чищу спокойно. Самое главное все это дело дезинфицировать. Самое главное додавливать все до конца. Я имею в виду даже пору лучше додавить до конца. И все, как бы я чищу. И после чистки пор, вот почему нужно чистить поры, ходить на чистки, я имею в виду, косметологом. Для того, чтобы в дальнейшем ваш весь уход проникал глубже. От того, что вы отшелушиваете вашу кожу, от того, что вы ежедневно делаете процесс очищения, тонизирования и увлажнения, от этого ваша кожа не может очиститься полностью. Не могут очиститься поры, особенно если они расширенные и глубокие, как мои. А все равно будут образовываться черные точки, какими бы я суперсредствами не пользовалась. Они будут осветляться, но все равно я буду чувствовать, что тут что-то есть. Когда вычищаешь поры, кожа начинает дышать. Так что это мое маленькое мнение, и вы все, я думаю, согласитесь с ним. Значит, смотрите, переносимся в голос за кадром. Точнее, видеоролик у нас с вами в другом формате. Так, смотрите, я буду использовать, точнее, тестировать эти маски от Propeller, которые я вам показывала. Также вот эта маска от Etude Organic, Mojito, буду использовать в качестве увлажнения. Тонер от Botovico, точнее, это гидролат. Снимать макияж буду мицеллярной водой от Черный жемчуг. Все буду дезинфицировать спиртом. Я имею в виду ручки, петельки и так далее. И все буду вам показывать поэтапно. Сначала нам можно снять макияж. Затем я умою свое лицо. Вот он, товарищ, про который я вам говорила. Умою свое лицо с помощью пенки для умывания. Протру лицо тоником. Точнее, это можно, в принципе, не делать, но я всегда протираю уже на автомате. А затем уже распарю свою кожу с помощью прибора от Oriflame. Это я вам показывать не буду. Мы пропустим этот этап и уже вернемся к очищению наших пор. Смотрите, я надела перчатки. Это стерильность. Я всегда так делаю. Перчатки у меня с фикса. И вот они, петельки, которые я заказывала с китайского интернет-магазина, с Алиэкспресс. В общем, что я буду делать? Для начала я их дезинфицирую. Это обязательный этап. Дезинфицирую свои руки. С тем я беру зеркало. И мне это, кстати, не очень удобно было. Поэтому я чуть-чуть вам покажу, как я это делаю. А затем уже буду без вас дочищать свое лицо. Я беру петельку и вот такими движениями начинаю прочищать свою кожу. У меня очень-очень хорошо чистятся поры после распаривания кожи. Дело в том, что можно это сделать также и после душа. Но мне нужно было в экспресс-варианте. Кстати, на мои корни, обращая внимания, просто они у меня отросли. Они светлые. И скоро я буду их чуть-чуть подкрашивать. Вот, посмотрите, вот они, вот они. Вот эта вот зараза, которая скапливается в порах. Это все вычищается только петелькой. Поры глубокие. И вот такая красотыща получается. Видите, я все почистила. Краснота, она очень-очень быстро сходит. После этого я беру спирт. И вот такими движениями промакиваю все эти зоны, где я проводила чистку. Кстати, по поводу того, типа это вредно, не вредно. Девчонки, я сама уже делаю это не первый раз. Поэтому я очень знаю очень хорошо свою кожу. Прямо с большой буквы. Вы посмотрите, сколько грязи я повытаскивала. Слабонервным, как говорится, не смотреть. Я вам специально это показываю, что это все делаю я не впустую. Все, я снимаю перчатки. И после того, как я продезинфицировала свою кожу спиртом, ничего страшного. У меня от этого кожа сушенее станет. Я наношу мультимаску из вот этих вот новых продуктов от Propeller. Продолжение следует... Все, смыла масочку. Прошлась гидролатом. Как видите, уже краснота спадает. Гидролат у меня для жирной проблемной кожи. И теперь можно с вас спокойной совестью увлажнить нашу кожу с помощью вот такой вот тканевой маски. Вообще можно использовать любую тканевую или просто обычную увлажняющую маску. Я всегда делаю увлажнение после вот таких вот довольно-таки агрессивных процедур. Все, снимаем масочку и оставляем сыворотку нашу впитываться в кожу. Вот такая была чистка, такой экспресс-вариант чистки. Итак, решила вам показать скатерть. Вот это первая скатерть, которая у нас идет из более тонкого материала. И что, и что, и что? Она полупрозрачная, как видите. Мне вот интересно, можно ли такую скатерть отгладить? Немножечко отпарить парогенератором. Наверное, я этим и займусь. Итак, по поводу вот этих вот штучек. Они очень хорошо обработаны. То есть нигде никаких навеканий. Все хорошо сделано. На стол мы не обращаем внимания. Он у меня просто ветеран труда. Тут тоже ничего не торчит. Единственное, что она тонковата. Но она как бы и стоит 100 рублей. Это мы и прощаем. Но расцветка мне очень-очень нравится. Сейчас покажу уже вторую. Скатерть тоже вам постелю на стол. И посмотрите, как она смотрится. Так, вот лот номер 2. Девчонки, показываю вам скатерть. Пока что в первоначальном виде. Все равно это такой тканевый материал. Если так можно выразиться. Вот тут он. Видите, как выглядит. То есть с этой стороны можно ее накрыть ей в стол. Что по поводу качества. Очень плотный материал. В отличие от предыдущей скатерти. Также у нас кое-где, видите, замялась. Но это все, мне кажется, спокойно можно отпарить. Почему нельзя скатерти гладить? Мне кажется, можно. Тут у нас шовчик есть с этой стороны. Ну, пока что никаких нареканий к ней нет. Я хотела, чтобы у меня дома была вот такая вот скатерть. Так. И расцветка у нее не оранжевый, а какой-то, знаете, такой рыжекоричневый, зеленый, бежевый и фиолетовый. Хорошая расцветка. Мне нравится. И сейчас покажу вам третью. Девчонки, ну вот это скатерть третья, которая более-менее такая, как однотонная смотрится. Она такая же тут кое-где замялась, но не суть. Она очень длинная. Вот очень длинная. Я, может быть, даже ее отрежу, посмотрю. Или же отдам бабушке, у нее более такой объемный и стол сам по себе подлинней. Вот такой тут рисунок. У нас светит солнышко. Вот сейчас даже покажу на солнышке, как все это смотрится. Шовчик все хорошо сделано. Никаких претензий. Ну и как бы тоже материал такой же плотный, как и предыдущая скатерть. Ну, блин, очень длинная. Прям вот края свисают и касаются пола. Поэтому настилю сначала вот эту первую скатерть. Оставлю ее здесь. Сейчас пойду отпарю. И вот эти вот две скатерти, я решу, что с ними делать. А предыдущая, в отличие от этой, она покороче, а эта прям очень длинная. Я не посмотрела, что там по сантиметрам. Ну ладно. Отрежу ее или же отдам бабушке. Но все по качеству очень хорошие. У меня, по крайней мере, никаких претензий нет. Где катушки? Но это такая лирика, так скажем. Заодно покажу плед после стирки. Кстати, он абсолютно не мнется. У него вот такая вязка. Знаете, как типа крючком. И вот тут такая резиночка. Я пока что его стелить на диван не буду. Постилю его попозже, так как у меня сейчас белый плед. А этот он более облегченный. На лето самое то будет. И вообще у него очень понравился. Издалека он смеется как белый, да? Но если поближе смотреть, то тут есть и серый оттенок. В общем, хороший плед. За 900 рублей я считаю, очень даже неплохая вещь. Но я вам потом попозже, когда уже беру белый плед, покажу вам этот, как смотрится на диване. Пока что вот я его постирала. Ничего с ним не произошло. И гладить всего не нужно. Ну, классно же. Заказала я себе новые витамины. Они называются Ревита. И хочу с вами поделиться очень удобным приложением, которое называется Санатер. Вот оно. Она позволяет в три клика выбрать вам и заказать нужный комплекс для вашего организма. Как это работает, мы нажимаем на приложение. Ждем, пока оно загрузится, естественно. И выбираем женский пол. Что нас беспокоит, например, ну, пусть бессонница. Нас беспокоит бессонница. И вот тот комплекс витамин, который нам рекомендует приложение, какая семейная бессонница, депрессивное расстройство. Вот, например, большое депрессивное расстройство. Нажимаем. И вот выходит необходимый комплекс витаминов. Также тут бессонница, работа головного мозга. Вот она, моя, так скажем, штука, которую я заказала. Это Ревита-Р. Правильно, да, она называется? Да или просто Ревита. Идет на курс 45 дней. И давайте я нажму и расскажу вам немножечко о ней. Ухудшение функционального состояния всех органов, нарушение обменных процессов, плохой иммунитет, апатия, беспокойный сон. У нас идет основной принцип применения, способ применения. По две капсулы за 10-15 минут до основного приема пищи, два раза в день запивая водой. Условия хранения, противопоказания, также энергетическая ценность, пищевая ценность, декларация, сертификация ответствия. Произведено Россия, Новгородская область. Срок годности, объем, микроэлементы и витамины, кальций, натрий, калий, натрий, кальций, хлор, магний, железный. Вы, в принципе, все видите. И состав. Посмотрите, какой классный состав. Я поэтому ее заказала. Мумио, экстракт морских водорослей, ламинария, агар-агар, морские моллюски, миди, экстракт джиншени, экстракт... Ну, не прочитаю быстро. Так. Экстракт расторопши, экстракт корней. Ну, в общем, вы все видите. Так, дальше смотрите. Если не хотите что-либо вбивать, вы смотрите. Вот такой человечек тут нарисован. И, например, если вас беспокоит, предположим, вас беспокоит сердце. И вот, пожалуйста, вы нажимаете на сердечко. И вот заболевания, какие могут быть у сердца. Вот, пожалуйста, болезни. Ну, вот они все. И вы выбираете. Дальше, к примеру, меня беспокоят легкие. Вот, пожалуйста, то же самое. Можно выбрать, к примеру, женские какие-то. Так, на толстую кишку нажала случайно. Вот. И вот, пожалуйста, женские какие-либо заболевания. В общем, приложение очень удобное. Мне оно, если честно, очень нравится. Я могу просто, если не хочу нажимать ни на какой орган, могу просто вбить витамины, как я, в принципе, и сделала. И вот, пожалуйста, авитаминоз. Это сейчас очень актуально. И вот, пожалуйста, мои витамины самые первые. Ревита. Хроническая усталость, нарушение умственных работоспособностей, слуха памяти, пневмония, воспаление легких, эндокринная система, тревога, центральная нервная система. Ну, в общем, вы все видите. Я могу свой же комплекс добавить в корзину. И вот, пожалуйста, я добавила, могу добавить и 2, и 3. Так, что-то я не могу нажать. А, вот 2, и 3. И, пожалуйста, перейти в корзину и оформить заказ. Пожалуйста. Тут у меня, кстати, сколько? Аж 4 штуки я добавила. Надо убрать. Вот такое классное приложение. Еще раз повторюсь, называется оно сонатор. И вот эти витамины я заказала. Буду с удовольствием их пить, пропивать. Сзади все то же самое написано, что и в приложении. Вот, пожалуйста, способ применения основной. И также у нас шла вот такая инструкция. Обязательно, когда пропью, расскажу вам в пустых баночках, как и что. Это у нас биологически активная добавка, насколько я знаю. Сама упаковка. Ну что ж, будем пробовать. И расскажу обязательно в пустых баночках. Мне очень интересно открыть, посмотреть на них. Сейчас я открою, покажу. Вот выглядят сами пилюли, как я их называю. Очень маленькие. Кстати, смущает размер витамин. Тут они очень маленькие. Прям вот размером с накаток. И, кажется, еще они тоненькие. Все, буду пробивать. это семейный магнит. По-моему, Ленина один. там поворот на ней. Ну-ка, какой-то там хотел. Вот этот? Подожди, подожди, подожди. Да. Он? Да, ну это, наверное. Сейчас не будет. Мне нравится. Видишь? Нет, как раз будет, как раз будет. Я вижу. А вот еще, подожди. Розовый, я думаю, не розовый, но он мальчик. А, вот он бежевый. Бежевый наш, который, помнишь, он нам был большой. Это большой, но он в объеме нам был большой, и обхватить. Ну и сейчас можно, мне кажется, сейчас будет он нам спрашивать. Нет. Мне кажется, будет больше. У него вот тут много. Вот тут много. Ну сейчас-то он вытянулся, но он не в окружности же, но больше стал. А вот это что? Ну это такой же, наверное. Да, это только, мне кажется, вот этот вот голубенький. Дождь, очень будет еще. Вот он. А, ну это, это, как плащевка. Не, нам тепленький даже. Такой. А, это что? Нет, это маленький. Ужимай. Так, ну сейчас я смирю, вот так они отнатрую. Нет, этот меньше. Вот этот меньше, чем этот. Даже в длине, смотри. Смотри, видишь, в объеме? Ага. Видишь, какой он даже лучше? Вот этот поменьше, который. Давай возьмем поменьше. Девшина на головку. Смотрит, 59 рублей. Девшина на головку. Это семья мякоть, ульянь. Все соки по скидке. Ой, вы возьмите. Садина, сейчас возьму какой-нибудь. Любимый, садина 4. Да, кстати, все в 7 рублей. Бери. А есть еще с грейпфрутом, ну, 149 стоит. Он вообще дорогой сок. Нафиг я буду вберить. Вот, J7, посмотри, по 95. Что, два братья? Ну, хочешь, возьми один, хочешь, возьми два. Так, что у нас тут два овоща? Ну, помидоры такие же. Только, смотрите, все здесь. Да, как-то не очень, как-то не смотрится. А это что такое? Кизалис. На него смотрят. Кизалис, вы просто пробовали? Кизалис, вы просто пробовали? А, пробовали? Нет, а что это такое? Ой, видишь, такой тип, лады какие-то. Динатора. Тут должно быть мята. Мята? Первое. А это мята. Нету. Зато из капусток много. А это не мята? Это кинза. Это не мята. К сожалению. Такие что здесь. А что он такой мазок? Вот он. Микс. 103 рубля вот только. Дальше. Уже мой салат какой-то не аппетитный. А вот это вот, знаешь, что это салат? Что такое? Нравится. Да, Светка. А, ну давай возьмем. А что по цене? Где цену надо? Да, а лицензор сальшим не внилой был. Да, вроде. Не внилой был. Так, а что я еще хотела посмотреть? А может, она весь, не знаю, она аж вешает смеси для винегрета. Капуста. 60, 20. Ну давай, давай. Если что там возьмем. А это не мято, блин, я так и сказала. Что это? Да, я все не теряю надежду. Смотри, вот, смотри, есть вот такие вот фашированные лососем, 109 рублей. Есть вот такие вот оливки с мемоном, 74. Так, санчо. Видишь, печенька с кладышем. Love is. То есть, ты разламываешь печеньку, да, и там пожелание. 149 рублей. Да, 149 рублей такая штука. А, вот это, кстати, очень вкусное печенье. Вот это. Да, классное. А еще маленькие печенышки. Это, наверное, нет. Наборы от нее, 299 рублей. Черная пенка и крем-плюет. Ну, нормально. Вот еще. Вот он, смеслярная водичка есть. Потом, вот такой вот нивей энергии молодости, 2 крема, ночной и генгиналоз. Ну, черный жемчуг, это, в принципе, дороговат получается. Можно скидку порешили. Вот этот крем классный. День и ночь я брала себе такой. Только в не тубе, а в банке. Знаешь, вот такой набор, блескор, зимой заводный. Вот такой вот. О, 169 рублей. Ха. Сейчас посмотрим, может, возьмем. 399 рублей мусорная вода, 259 мусорная вода с маской, подарочный набор Вилента, 10 масок. Вилентик, как вкусно. Смотри. 169 рублей. Это гаранты, это. Нигде для душа. Диадемин, 349. Это что заходит-то? Минцеллярная вода и крем дневной. Понятно. А что по краскам? Мои кастинг. А моего кастинга они даже и меркнут, и близко. Кстати, посмотри, в магните 399 рублей. Это краска, моя кастинг. А в парфонте-кор 4 тысячи. Ну да, дешевле. Да. Вот, на Color Expert 1015 рублей. Кстати, я ни разу не пробовала эту краску. Ничего сказать, не мама. Какой набор? А сколько он? Не вижу. 204. Вон, фруктист. Слушай, фруктист, маска. А нету восстанавливающей маски? Вот есть. Вот, 209 рублей маска. Такая восстанавливающая и вот такая универсальная. Вот, 209 рублей. И вот такая тоже. Но это старая упаковка еще. Алло, нам вон твой ЭКБ большой. Где? А это нет, это роскошь масел нет. Ну вот еще большой цвет. Мне нравится для... Вот кера... Шампунь увлажняющий, керасист. Не, если был бальзам, что можно было взять, там бальзам, как маска. Фантинский еще нет, непонятно. Что такое? Лошадиная сила, 559. Итак, вот что, 539 станок живет. Спонж. Вон он. Брашен, глянь, какой прям мощный. Такой выдрактал. Ага, выдрактал. Какой-то взял уже себе присылал. Засланцы. Отлично. кисточка такая. Прикольно. Вот и тот у нас что? RTH по скидке, чистая линия. Чистая линия. Кто любит, она нравится. Знаю, какая бодия Ленора. 189 рублей. Минус 42%. Верней. 199. Вот Верней 199. Аж почти 2 литра. 2 литра. 2 литра. 2 литра. 2 литра. 2 литра. 8-9 рублей. Порошки. Вот персил. 259 рублей. Со скидкой. 559 аж. Огромнейший такой полокончик. Так. Ариэль 376. 409 килограмм. Нормально, кстати, по цене. Так. О, он и доместриц. Все по скидкам на усаминке. Есть что там интересное? Попыхайте. Мориаль 181. Черный джемчуг 186. Чистая линия. Что-то на чистую линию глобальные скидки везда. Ой, Бузи. Это стилы? Ой, честно. Это стилы как ты ент. А это зачем? Ой, как я живу. Спасибо тебе. Мерси, Ой, извиняюсь. Извиняюсь. Ой, это мессиарная вода. И тоник антибактериальный. на Невею. На Лассвит есть крем влажный. Коцена не нужен. Надо будет покопаться. Эй, вам еще. Котоник. Все внизу. Все внизу. Вот про что я вам говорила. про забыли как называется. Маска пленка. Вот у нас 7 дней вот вот от Виленки. Ну и так больше ничего. Сыры сейчас по скидке 219. Сыр с плесенью. Еще один. Белый плесень уже 25. Сыр мельки 84. Это какой? Наверное, вот это было все 200. А, нет, здесь творожный сыр и попутся очень вкусный этот дальше. Вот этот очень вкусный, он очень похож на вкусный. Так. Так, если то бренза 180 будет. Вот очень много сроков таких обменов. Тоже очень вкусный по 99 с белыми мельками и линейки. с зерном и с томатом и чесноком. Какие вот демки вы слышите. С луньем и брунзом есть и свежим. Ну что, давайте в конце влога покажу все, что мы купили из магнит, ну, семейного магнит я снимала. Так, во-первых, это костюмчик 660 рублей. Так, да, 660. Сейчас я померю на Роньку и покажу вам. Смотрите, вот эти вот соки. Я апельсин. Второй. Ладно, что по очереди буду вставать. Смотрите, грейпфрут у нас вышел на 55 рублей, почти что-то килограмм. махиев. Я обожаю вот этот джем клубничный. Мне очень нравится вишневый джем. Вообще джем махиев самые-самые крутые. Дальше у нас идет джем малиновый, тоже очень вкусный. Они любые вкусные, и я только не пробовала. Вот эти две конфетки, одну себе и одну маме, по 16 рублей они. Радуга, два новых взяла. Это у нас сэндвич с мясом копченым. И хорошо, что тут указана по-моему калорийность. Еще я брала точно такой же сэндвич, обязательно смотрите на срок годности, я брала точно такой же сэндвич с семгой, и там очень-очень классная прослойка. То есть идет семга и масло, то есть нет никакого майонеза, даже вот тут нет майонеза, тут только мягкий сыр используют. это очень классно, мне симпатизирует этим кулинарием огней. Дальше вот такое печенье, гляньте, Рванечка, ты помогаешь маме? Маме помогаешь, да? Дальше вот такое печенье, это бородинский крекер, постный продукт, ну они сейчас все постные продукты. Вот этот вот печенье овсяное, хлебный спас, очень-очень вкусное. Девчонки, на что уж я равнодушна всегда к вот именно печеньям, любым абсолютно, овсяные особенно я очень редко употребляю, но вот это очень вкусно, мне оно очень нравится, очень-очень. Так, и вот эти вот печенюшки, без пальмового масла, печенье со злаками, я их просто обожаю, они тоненькие и очень похожи на нелюбятого, а как они называются, господи, ну вы поняли, да? Завтрак, полезный завтрак тоже был, он также идет в индивидуальной упаковке, 3 штуки, 5 штучек этих упаковок, раз по 35 рублей, они, я по крайней мере цену помню, я взяла аж 3 штучки, вот эти сливки, молочный родник, я уже вам несколько раз рассказывала, они бюджетные, по крайней мере бюджетные выходят, чем другие сливки, объем у них 400 грамм, и 10% кофе самое то, и вот еще одни сливки, так, дальше, хрен со свеклой дядя Ваня, раз, дядя Ваня, два, чай, принцесса Ява, сочный лимон, конечно, лимоном там и не пахнет, но по крайней мере нормально, не горчит, что самое важное, дальше, вот такой зефир, эко-ботаника, зефир с ванильным вкусом и витаминами, ну, очень-очень вкусно, я брала уже и с ванилью не брала, брала с вишней, по-моему, что-то вот такое, хороший зефир, очень мягкий, такая вот икра, девчонки, очень-очень вкусная, она сейчас по скидке магните, кубаночка, кабачковая икра, икра из кабачков, она настолько крутая, посмотрите, у нее в составе есть специи, она такая прям непресная, вкусная, вот даже две упаковки, две баночки, обалденная, очень вам ее рекомендую, и сейчас наденем, наруем костюмчик и покажу. Ну идеально, идеально, у нас вон сережка даже под цвет голубого костюмчика, завтра пойдем пострелимся еще покороче, и вообще будет щекайно, да, щекайно, мой сладкий, да, тебе прям очень хорошо с этим костюмчиком, да, идеально, такие мысли, и еще мне показала свой подарочек, дело в том, что я, ну как бы, хорошо общаюсь с девушкой, которая работает в парфюм-декор, и иногда я ей какие-то подарочки даю, и вот тут она мне позвонила, Ален говорит, ты будешь заезжать в парфюм-декор, находится на Николае Традо, я говорю, ну не знаю, она говорит, заедь, у меня для тебя кучу есть, смотрите, что она мне подарила, во-первых, это набор, вот такой вот красивый, подарочный, это Камил, гель для душа, для сухой кожи, она мне сказала, по-моему, даже с экстрактом хлопка, и крем для рук, крем для рук от Камил, мне очень нравится, дальше, вот такая маска для лица, она говорит, это новинки, 100%, если что, они появятся в парфюм-декор, вот-вот, потому что они, ну как бы, принимали товар, и она отложила, чтобы, блин, подарить мне, это так приятно, вообще, вы не представляете, она знает, чем я занимаюсь, что я веду свой канал, и говорит, блин, Аленка, посмотри, биологика, маска для лица, тканевая маска, активное питание, она идет, с черной крой, тоже попробуем, смотрите, какая классная штука, я эстетик, бьюти десерт, маски для лица, тут две маски, 26 мл, регенерацию, упругость, мягкость, улучшение цвета, устранение раздражения, в равнице ли кожи, посмотрим, смотрим, а, это типа можно мультимаску сделать, пробовал кто-то такие штучки или нет, обязательно пишите, и вот, смотрите, помните, я вам черную в начале ролика показывала, смотрите, раз, два, она мне когда их дала, я говорю, блин, у меня точно такая же черная есть, но у них черной не будет, у них будет желтая, розовая и голубая, как она мне сказала, голубая идет у нас для жирной, вот эта желтая для возрастной, и розовая, по-моему, она идет, пи-пи-пи-пи-пи, обновление, классные, кстати, маски, у меня и мама в восторге от них, и вообще, блин, как мы выглядим, а девчонки, а тут не затянула кнопку, идеально, идеальный пасян, и что самое немаловажное, писем, далеко от писюлька его, вот этот вот костюм, чтобы он его не опишивал, а прям так вот щекайно, щекайно, да, скажи, Рося, скажи, всем пока, девчонки, все, увидимся с вами в следующих видео, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин